Основа каждого музея, его собрание, коллекция Государственного музея истории российской литературы имени Даля уникальна. Рукописи Гоголя и Тургенева, личные вещи Маяковского и Цветаевой, прижизненные издания классиков. Легендарный шеферстин, который был найден в пепле Геркуланова, потом Болтунская, по данному Деневитину, положен к нему в гроб, потом извлечен. Выставка «Про 100» рассказывает о прошлом, настоящем и будущем Флагманского литературного музея России и одного из крупнейших литературных музеев мира. Там же, в здании музея на Зубовском бульваре, прошло заседание Оргкомитета по подготовке юбилея. В начале встречи советник президента по культуре Владимир Толстой зачитал приветствие от Владимира Путина. Мы гордимся именами наших выдающихся писателей, поэтов, публицистов, обогативших своими замечательными произведениями отечественную и мировую литературу, общественную мысль. Их историческое, творческое, гуманистическое наследие выполняет высокую духовную просветительскую миссию, служит воспитанию подрастающих поколений, меняет мир к лучшему. Важно, что ваш коллектив бережно хранит и пополняет экспозицию музея, объединяющую уникальные коллекции книг, архивных документов, рукописей, фотографий, киноматериалов. Коллекция музея составляет свыше полумиллиона единиц хранения, что позволило создать более десяти мемориальных экспозиций, известных не только в России, но и далеко за пределами нашей страны. В самом названии музея указаны три ключевые сферы гуманитарного знания – литература, история и лингвистика. И именно отечественная словесность, историческая память и живой великорусский язык лежат в основе нашей национальной идентичности. Организационный комитет был сформирован распоряжением правительства в конце ноября прошлого года. Однако за этот сравнительно небольшой срок удалось добиться решения важных вопросов развития музея и инициировать несколько новых проектов. Так начата работа по созданию национального выставочного центра «10 веков российской словесности» в усадьбе Гагариных на Арбате. В планах и создание целого Морозовского квартала, где разместятся комплексные депозитарии и несколько новых выставочных площадок. Будут созданы фондовые музеи, открытые хранения с доступом посетителей. То есть мы дважды интенсифицируем работу нашего комплекса, наших ресурсов. Во-первых, мы будем более эффективно использовать мемориальные пространства. Годами существовала негативная тенденция, когда мемориальные пространства, в которые надо людей впускать, были заполнены фондовыми коллекциями. Они служили людям и посетителям. В конце заседания Сергей Нарышкин предложил на государственном уровне отметить предстоящий юбилей русского писателя Владимира Даля. Так, в 2026 году исполнится 225 лет со дня рождения автора и составителя знаменитого толкового сваря живого великорусского языка Владимира Даля. Выйти в правительство с предложением переформатировать наш оргкомитет с действующим названием в оргкомитет по подготовке к празднованию 525-летия со дня рождения Владимира Ивановича Даля. Нет возражений? Давайте тогда так и поступим. Также в ходе заседания Сергей Нарышкин вручил награды группе сотрудников Литературного музея службы информации фонда «История Отечества».